Вместо спортивного уголка огромная кровать. Здесь же можно поиграть, порисовать и поспать. Я на моей кроватке, а совка вот тут. Какой ты хочешь дом? Я хочу вот такой. Дом такой большой? Да. Сколько, чтобы там была комната? Такая одна комната. Зал еще и кухня. На менее полусотни квадратных метров проживает мама, папа, бабушка, две девочки. А еще нужно где-то выделить уголок для игрушек и платьев. Дочки подрастают не по дням, а по часам, рассказывает Ирина Жиркова. В двухкомнатной квартире большому семейству становится тесновато. Мы начнем с того, что квартира не наша. Это квартира, чья у нас квартира? Бабушкина. Да? А что тут она живет? Ну, мы пока здесь живем, без бабушки. А бабушка приедет, у нас уже будет пять человек. И нам, конечно, тесно. Когда из столицы приезжает бабушка, девочки ютятся с ней в одной комнате. А хочется, чтобы был отдельный детский уголок. Иметь свое жилье – мечта многих молодых семей. Ведь свой дом – это не просто квадратные метры и крыша над головой. Это то место, где строится семья, где растут дети. Это уголок уюта и покоя, где можно отдохнуть от бытовых неурядиц в кругу близких людей. Когда супруги Жирковы получили материнский капитал, не задумываясь, пустили в нужное дело. Мы приобрели участок с домиком. Будем строить. Нет, дом мы не построим на этом, но зато мы уже приобрели участок, то есть у нас уже есть с чего начать. Ирина добавляет. Материнский капитал получила Софья, она младшая из близнецов. Принцесса, как она себя называет, мечтает о сказочном домике. А еще в доме, где будет намного просторнее, мама разрешит завести белого кота. Это еще одна, пока, несбыточная мечта девочек. Проблем с получением материнского капитала не было. Собрали документы, вскоре были перечислены средства. Мы, у кого покупали этот участок с домом, то есть сразу переводились деньги им. То есть мы наличными деньгами ничего не получали. Ну так и нам и удобнее было, потому что мы знали, на что мы их будем тратить. В управлении пенсионного фонда города Уварова за получением материнского капитала с начала 2007 года обратилось более 600 семей. При исполнении ребенка трех лет можно направить материнский семейный капитал только по трем направлениям. Это на улучшение жилищных условий, на получение образования детей и на накопительную часть матери. Значит, воспользовались уже на улучшение жилищных условий у нас 60 семей на сумму 18,6 миллиона рублей. В том числе реконструкция четыре семьи на сумму 698 тысяч рублей. На образование тоже использовали четыре семьи на сумму 98,6 тысяч рублей. Следует добавить, по закону Тамбовской области 2011 года, семьям, в которых родится третий или последующий ребенок, будет предоставлено 100 тысяч рублей из областного бюджета на улучшение жилищных условий. Надеемся, мечта семейства Жирковых о розовом домике исполнится в скором времени. Светлана Даровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.